МАРИНА ЗАХАРОВА Число ДТП, травматизм повышается Вот какова статистика на текущий момент дорожно-транспортных происшествий И какова она в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Тема действительно актуальна на сегодняшний день Как говорится, нежданно пришла зима Гололеты и прочее Вы правильно сказали, прежде чем говорить о сегодняшнем дне То, что у нас сейчас происходит на дороге В целом хочу отметить статистику К сожалению, по республике на 4% количество дорожно-транспортных происшествий По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Имеет рост 4% И всего у нас зарегистрировано по статучету 803 ДТП При которых 82 человека погибло По сравнению с 83% прошлого года То есть снижение 1% Ну про него что говорить И количество раненых у нас имеет рост То же самое практически на 5% И составляет 1046 граждан Которые получили различной степени увечья Что я еще хотел отметить Но прежде всего нас беспокоит, конечно, это детский дорожно-транспортный травматизм Ну, по средствам массовой информации По интернет Мы неоднократно обращались к этому вопросу Ежесуточная информация до наших граждан доводится По 9 месяцам мы имеем на одного, к сожалению, на одного ребенка Больше погибших Это по 9 месяцам Всего количество 130 дорожно-транспортных происшествий В общем, все три показателя у нас По детскому дорожно-транспортному травматизму Имеют рост На 19% в количественном выражении По погибшим на одного человека И на 25% по раненым Это там, где получили увечья Наши дети Будь они пассажирами, пешеходами То есть участниками дорожного движения Что могу еще отметить Незначительный фактор По снижению по погибшим у нас По управлению транспортом в состоянии алкогольного опьянения Это по погибшим Из общего количества происшествий Но здесь бы я хотел немножко раскрыть тему И сказать все-таки Отметить те резонансные дорожно-транспортные происшествия Это как раз по теме связано С эксплуатацией транспортных средств В зимних условиях В наших условиях, будем так говорить Ну буквально в пятницу прошедшую Значит в Мегино-Кангаласском районе Дорожно-транспортное происшествие При которых погибли люди Значит тоже водитель не учел Безопасность движения И произвел столкновение С стоящим транспортным средством Прицепом КАМАЗ ДТП в городе Якутске На Покровском тракте Ну в СМИ уже все это было Все это видели Но все комментировать сейчас рано О причинах Это разберется следствие В процессе проведения всех мероприятий По детям могу сказать Что у нас на слуху Те дорожно-транспортные происшествия Да не только у нас У всех граждан Это те, которые ДТП у нас произошло В Верхневилюйске Где значит водитель не учел Дорожные условия И значит совершил опрокидывание В водоем При которых два школьника у нас погибло Это ДТП Водитель такси перевозил Будем говорить так Такси хоть неофициально Но она такси Это уже факт Перевозил пассажиров В Татинском районе Тоже перевернулся Значит ребенок у нас утонул Также ДТП у нас Наезд на ребенка Это в Нерингере Где водитель погрузчика При выполнении работ По проезжей части Значит не заметил Первоклашек И в результате Значит один ребенок погиб Получил смертельную травму Что еще хотелось бы отметить Ну какие меры принимаются Не только нами Но и органами исполнительной власти И в целом Ну во первых Недавно была комиссия По безопасности дорожного движения Где рассматривались вопросы И состояние аварийности В том числе и детского ДТП Травматизма Значит намечено ряд мероприятий Недавно мы провели Готовь Сентябрь недавно у нас прошел Значит к сентябрю мы готовились Как говорится все И министерство образования И значит государственная инспекция Безопасности дорожного движения Все это контролировалось Министерство внутреннего дела По республике Саха-Якутия Нашим руководителями Ну практически все провели Месячник безопасности Дорожного движения Провели профилактическое мероприятие Внимание дети В общем-то посетили практически все школы Не практически А все школы Хоть и отдаленные Посредством значит Ну как положено Очень много провели Викторин различного степени Значит наглядной агитации Ну и в целом Госавтоинспекция готовилась к этому Месячнику к этому проведению мероприятия В целом же могу сказать Что Если посмотреть административную практику Ну что же такое административная практика Это выявление сотрудниками Госавтоинспекции Нарушение правил дорожного движения Значит у нас Мы имеем цифру 173 тысячи за 9 месяцев по республике И практически 6500 тысяч Это состояние алкогольного опьянения Эта цифра все-таки большая Хоть она и по сравнению с аналогичным периодом Имеет снижение Но остается все равно Сам фактор управления транспортным состоянием То есть на первом месте именно управления Именно да Ну посредством ДТП Причинами ДТП Мы как всегда говорим И не раз уже об этом отмечали Что причины могут быть различные Но все зависит от выполнения правил дорожного движения В котором как кодекс Для водителей Для всех граждан Для участников движения Там все расписано Все От подготовки транспортного средства К эксплуатации В условиях гололеда Движение транспортного средства С учетом дорожных условий Выбор скорости Ну прочее В общем можно правила дорожного движения Пересказывать Но лучше их знать и выполнять Это один из законов Выполнение которых Способствует соблюдению И дисциплинирует водителей Не только водителей Но и пешеходов И прочие-прочие пассажиров А скажите Вот Есть ли такая статистика Чаще допустим В результате В результате вернее ДТП Виновный новичок Или это Вот как у нас принято Три года Как получил права Ездит водитель И уже считает себя Статистика От всех ДТП Есть Но они Рассматриваются В индивидуальном порядке Каждая То есть с учетом того Что где обучался Гражданин Или гражданка Которая управляла транспортные средства В общем статистика такая Но в пределах 40% Эта цифра Она снижается Я не говорю Что качество У нас прямо Ну люди все-таки С учетом того Что снижена Дорожная транспортная Снижена Административная практика Нарушения Правил дорожного движения Здесь уже Фактор сам за себя говорит О том Что люди стали более осознавать О том Что нарушать правила дорожного движения Нельзя Более тщательное выполнение Она Сохранит жизнь Не только владельцу И лицу Которое управляет Но и всем окружающим И близким А как себя показала Видеофиксация Видеофиксация Ну я на примере Могу сказать Что у нас Вот Можно конечно говорить Вот те 65 тысяч Которые Административные Нарушения Как письма счастья Говорят Которые сейчас Идут в почту И которые готовятся К отправке Ну я на пример Улица Значит Аюнская Где стоит у нас Светофор Где программа Светофорный объект Где программой Предусмотрена Фиксация Вплоть до линии стоп Это значит У нас на Аюнской Могу сказать Что на этом перекрестке У нас постоянно Были дорожно-транспортные происшествия Причем с летальным исходом Напомню там ДТП Где погиб ребенок грудной Даже куда Куда мне довелось Выезжать Дисциплинировала Участников дорожного движения Если есть Какие то есть Но они очень мелкие Столкновения Но практически ДТП Снижены А вот еще Один из факторов ДТП Значит Слабая освещенность Влияет на количество ДТП Вот допустим На Намском тракте Да То есть Появится ли когда-нибудь Там Да Решение по Намскому тракту Есть Значит Рассматривается вопрос И Я Насколько я осведомлен До конца года Вопрос будет Решен Как это будет выглядеть Я пока не знаю Но По крайней мере Органы исполнительной власти К этому стремятся А вот возвращаясь Немножко к новичкам В чем причина Это по вашему мнению Того что Вопрос не сдают практику С первого раза То есть Это плохая подготовка В автошколе Это двоечник Или С чем это связано Ну во первых Что могу сказать Ну Статистика Говорит о том Что если Ну По цифрам Так говорить С первого раза Ну ПДД Основная масса Сдает нормально Будем так говорить В том числе И наши Прекрасные Половина Наше общество Тоже Но когда касается Практического вождения Транспортного средства Что по городу Что на закрытых площадках Тут возникает вопрос То что есть Создается тенденция Что инспектора Наши сотрудники Которые Принимают экзамены Более жестко Подходят к этому вопросу Ну такие требования На сегодняшний день Мы Он принимает Решение И дает заключение О пригодности Данного участника Дорожного движения К управлению Источником повышенной опасности И требования Которые Предъявляет ему Законодательство В том числе Ответственность за это Он выполняет В полном объеме Сказать так Что какие-то придирки Я Так не могу сказать Спасибо У нас остается буквально Одна минута до конца эфира И вот очень коротко Вопрос такой В каких странах Мы можем управлять Транспортным средством С нашими правами Ну с нашими Водительским удостоверением Можно управлять Там где Подписаны Где страны Участники Международной конвенции Стран этих много Можно и перечислять Можно и перечислять Ну Поэтому Спасибо И буквально Два слова Пожелания нашим Автолюбителям Ну Владельцам Транспортных средств И тех Кто управляет Транспортным средством Пешеходом И прочее Всем участникам Дорожного движения Хочу пожелать Всего самого доброго Выполняйте Правила дорожного движения И удачи вам на дорогах Спасибо Главный специалист управления ГИБДД по республике Был у нас в гостях Всего доброго